Приветствую вас. Первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание, это на то, что вы очень много говорите слова «мы». Мы поссорились, мы решили, мы там опять, как вы сказали, решили мелочевку, да? Мы. Есть мы. Есть мы, но нет я. Нет личности, нет личной ответственности за происходящуюся. Нет эмоционального интеллекта, то есть где я, где ты, чего хочу я, чего хочешь ты. И как бы этих моментов у вас, по крайней мере, я вот, к сожалению, ну, не наблюдаю. И надо сказать, что это очень плохо, потому что в браке, да и вообще в любых отношениях, самое главное, это понимать границу своей ответственности так, чтобы не путать то, чего хотите, например, вы, с тем, от чего, например, значит, вы хочет ваша жена. Понимаете, вот это вот важный момент вашей ситуации. Далее. Из-за этого «мы» у вас стирается грязь между тем, в чем неудовлетворены вы и тем, в чем неудовлетворена, например, ваша жена. Вот. Как бы. И тонкость вся в том, что нужно это разделить. И если мы это разделим, то будет понятно, в чем ваши проблемы. Понимаете? Вот. Далее любовь. Вы пишите, что оба не хотите развод, но для чего-то вы разводитесь. Вы говорите, что любите друг друга. Но как проявляется любовь? Тоже непонятно. Понимаете? Поэтому ситуация здесь на самом деле весьма и весьма неоднозначна, по моему мнению. И я полагаю, что с этим тоже нужно разбираться. Чего хотите вы? Чего хочет ваша жена? Как понимаете любовь вы? Как понимает любовь ваша жена? Все вот эти вещи довольно важны. Если, ну если мы действительно хотим ситуацию как-то вот выправить, да. Ну и вполне возможно, что работать нужно не только с вами, но и с вашей женой тоже. В идеале с вами обоими по отдельности и по, так сказать, в индивидуальной консультации. Вот. Я полагаю, что это также очень важно. Вот. Если вы реально хотите что-то сделать, что-то изменить в своей семейной жизни и сохранить брак. Потому что, ну, за многие годы проблем накапливается, в принципе, много. Это нормально. Вот. То есть, сами проблемы, это не проблема. Проблема, когда люди не хотят признавать, что у них проблема. Вот. Это вот действительно проблема. Вот. Первый шаг, в принципе, вы уже сделали. Вы признали то, что у вас проблема. Вот. Это хорошо, что вы признали. Вот. Но это только начало, это только первый шаг. Вот. И дальше вам потребуется теперь сделать второй шаг. И этот второй шаг заключается в том, чтобы выбрать себе психолога и поработать с ним уже непосредственно конкретно над той проблематикой, которая заставила вас сюда обратиться. Вот. Я желаю вам в этом удачи. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...